Приветствую всех членов Священного Синода. Я надеюсь, все мы с пониманием относимся к тому, что даже заседание Священного Синода сопровождается ношением повязок. Действительно, народ наш проходит и все мы через непростые испытания, связанные с распространением вирусной инфекции. И не только страна наша, не только страны, на которых простирается пастырское окормление Русской Православной Церкви, но и весь мир. То, что сейчас имеет место, действительно пандемия в том смысле, что везде, повсюду присутствует эта инфекция. Поэтому я полагаю, что те меры Русской Православной Церкви, которые касаются посещения храмов, были приняты священноначалием своевременно. И это предотвратило в том числе и наметившуюся тенденцию, к сожалению, как это нередко бывает, обвинять Церковь в том, что она является источником распространения инфекции. Посещение храмов регламентируется, соответствующим образом люди расстанавливаются по площади храма, ношение масок, особый способ причащения. Конечно, всегда есть люди недовольные, и кто-то эти меры по предотвращению распространения инфекции подвергает критике. Но абсолютное большинство с пониманием относятся к тем мерам, которые были приняты. Мы ни в коем случае не подвергаем сомнения целительную силу святых христовых тайн. И доказательством тому служит то обстоятельство, что после причащения наши декана потребляют святые дары из общей чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет. А там, где нету деканов, священнослужители. В том числе и ваш недостойный патриарх и предстоятель, когда совершает божественную литургию в своем крестовом храме, и тоже есть какая-то паства, которая причащается, и после божественной литургии, поскольку я служу без декана, я потребляю святые дары. Без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что причащаясь к телу и крови Христовой, мы причащаемся к великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это и есть святая, которая преподается святым. Полагаю, что нам еще предстоит пройти какой-то путь, связанный с ограничениями. Вырабатываются какие-то модели пастырской работы с людьми. С благодарностью хотел бы отметить жертвенное служение наших пастырей в больницах, в том числе и в инфекционных отделениях, в том числе и пастырское окормление тяжело больных ковидом людей. Есть и потери среди духовенства. Я об этом уже публично говорил, и мы пели вечную память на одном из заседаний Высшего Церковного Совета. Храню в благодарной памяти подвиг наших священнослужителей, которые оказались верны своему призванию, не убоялись инфекции, не убоялись страха смертного и до конца исполнили свой пастырский долг. Вечная им память. Надеюсь, что пройдет это тяжелое искушение. И Церковь, народ, наши страны вернутся к той жизни, которая не будет омрачаться распространением опасной инфекции. Но опыт, через который мы прошли, полагаю, всех нас обогатил многим. Он помог понять нам величайшее счастье, которое каждый из нас имеет, участвуя в богослужении в храме, наполненном народом. И когда сегодня во многих местах ограничено количество людей, посещающих храм, и они выглядят полупустыми, то, конечно, сердце сжимается от этой картины. Но понимаешь, что этот опыт тоже, видимо, нужен. Потому что ко всему привыкаешь, особенно к хорошему привыкаешь. И когда сталкиваешься с тем, что является нехорошим, то с большей силой, с более сердечным чувством благодаришь Господа за ту милость, которую Он дарует нам тогда, когда мы все вместе, все наши общины, все приходы могут посещать храм, не подвергаясь никаким ограничениям, и сообща, молиться и причащаться Святых Христовых Таин. Будем, братья, продолжать наши молитвы и наши труды, придерживаясь строго исполнения всех необходимых санитарных предписаний и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ с тем, чтобы с упованием на волю Божию стремиться к тому времени, когда прекратится это испытание, и мы все снова можем совершать богослужение так, как это принято в нашей Церкви, и свидетельствовать о милости Божией, которая будет, несомненно, явлены окончанием пандемии и наступлением мирного и спокойного времени. Об этом сегодня наши молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok